Творческое трио Борис Маленковский, Сергей Колокольчиков и Петр Ефремов образовалось в 2006 году, хотя жизненные пути живописцев пересеклись почти 40 лет назад. Тогда студенты Московского художественного государственного училища памяти 1905 года попали на курс знаменитого иллюстратора Бориса Николаевича Маленковского. Он учил их ремеслу и жизни в искусстве. Советы учителя легли на благодатную почву. Сергей Колокольчиков выбрал натюрморта в бесконечных вариациях. Петр Ефремов занялся оформлением книг и продолжил красить картины. В таком составе Петя Ефремов, Сережа Колокольчиков и Борис Николаевич. Вот эта выставка уже третья. Мы занимаемся таким ремеслом, где очень важна преемственность, где очень не бывает с пустого места, если по-настоящему. Вот нам повезло, что в свое время, 40 лет назад, мы пришли вот к нашим родным педагогам. Мы очень все разные, разные техники, разные манеры письма. Наверное, это как раз и интересно, что один такой, другой такой, третий другой. Выставка «Три по пятьдесят» удивляет своей разноплановостью. В центре внимания работы мастера Бориса Маленковского. Это оригиналы иллюстраций, которые наверняка знакомы тем жителям нашей страны, кому чуть-чуть за 50. Ученик таких маститых живописцев, как Герасимов и Куприн, сам стал наставником целого поколения художников. До середины 90-х годов Борис Николаевич работал иллюстратором в издательстве «Малыш». До 2004 года преподавал в училище. Сегодня Борису Маленковскому 82 года. Он продолжает писать картины. Это кажется, что так все легко и просто, но я вот помню, что папа делал, по-моему, даже какой-то диафильм, потому что он работал в студии «Диафильм». Сейчас это уже совершенно забытый, так сказать, жанр. И он делал одну картинку, где у него было 30 с лишним коров. Он сделал 13 вариантов. И потом он все-таки выбрал, я уже не помню, какой он был по счету, но то, что это было 13 вариантов с 30 коровами. Вот работы папы еще чем отличаются. Он очень любит животных и очень любит рисовать лошадей. Причем он может начать с хвоста и, так сказать, завершить передним правым копытом. Он очень знает лошадей и много читает о них. Поэтому здесь много иллюстраций, в которых присутствуют животные, в том числе лошади. Скрупулезность в работе принял у своего учителя Сергей Колокольчиков. А в нынешней экспозиции представлены как натюрморты, написанные маслом, так и вариации на тему, созданные в лаборатории художника. В поисках идеальной композиции Сергей использует возможности цифровой фотографии. Раньше я ставил постановку и рисовал ее. Но когда появились фото, в общем, особенно цифровые технологии, я делаю массу вариантов, из которых потом выбираю наилучшие, с моей точки зрения. И тогда уже над ним я работаю на холсте маслом. Брутальный, размашистый, колоритный художник Петр Ефремов не пишет, а красит картины. Свою технику он называет смешанной, рассуждает о вечном работах, созданных по Торе и заканчивает пейзажный цикл об Израиле. Пять лет назад Петр Ефремов написал портрет своего учителя Бориса Маленковского. Говорит, это был экспромт, как и само появление этой работы на выставке в галерее Ирины Долининой. С портретом это был экспромт сегодня утром. Просто мне показалось, что он хорошо здесь ляжет на эти стены, потому что он завершает ряд работ Ефремова и начинает ряд работ Маленковского. Я приехал к нему в деревню. А деревня у него в замечательном месте. Это за городом Суза, под Гавпосадом. И мы работали там с ним вместе какое-то время. А потом то ли дождь был, то ли жарко было очень. И мы сидели на первом этаже, я сказал Борисович, вы позируйте меня, я вас покажу. Собственно, вот и вся история. Приоткрыть страничку детских воспоминаний вместе с Борисом Маленковским, окунуться в мир философских размышлений Петра Ефремова или помечтать вместе с Сергеем Колокольчиковым. Каждый посетитель выставки «Три по пятьдесят» пойдет своим путем. Выставка продлится до конца июня. Работы можно не только посмотреть, но и приобрести. Правда, за исключением одной, единственной. Я могу сказать, какая особенно дорога папе. Он сказал, я ее продавать не хочу. Это вот эта работа. Это одна из иллюстраций к детским русским народным сказкам. Мария Подъепольская, Дмитрий Цыбылевский, телекомпания Одинцова.